всем привет друзья с вами анастасия рафаловская на телеканале юмор бокс с вами передача настроение лайф я как обычно начинаю для вас с очень хороших новостей а у меня их сегодня целых три первые вы наверняка уже знаете в москве плюс 18 это то чего вы так долго ждали хорошая погода в москве весна время любви кстати насчет любви хорошая новость по слухам которые дошли до нашего телеканала брэд пит и дженнифер энистон снова вместе а это значит друзья что любовь живет вечно ведь это так и самое главное что я хочу вам рассказать у меня для вас сегодня будут подарки чтобы вы мне поверили я вам даже покажу эти конверты что в них я не расскажу но очень скоро если вы останетесь с нами вы узнаете что это такое первым дозвонившимся я подарю эти конверты это очень крутое очень крутое предложение для вас поэтому сейчас мы посмотрим с вами клип алексея воробьёва а потом будем разыгрывать в студии подарки и конечно же как всегда у нас будут очень интересные гости всем привет еще раз друзья с вами анастасия рафаловская на передаче настроение лайф у нас сегодня в студии очень интересный гость это мария кравченко генеральный директор федеральной сети спортивно-развлекательных парков небо вы наверняка их знаете их в москве очень много ультрасовременные детские центры европейского формата туса джуса небо это активно развивающаяся федеральная сеть спортивно-развлекательных парков предлагающая совместить полезный отдых спортивные развлечения и даже здоровое питание батутная аренда парков небо считается самой большой в москве и европе в парках небо помимо всевозможных батутов есть батутные горки пространство для соревнований скалодрома веревочные парки пневмоподушки воздушные полотна ниндзя зоны а также семейные центры туса джуса ниндзя зоны это это как ниндзя зоны представляете друзья то есть вы можете туда прийти и там будет ниндзя огромное пространство для развлечений я уверена вы уже туда хотите поэтому меня для вас есть отличная потрясающая новость сегодня как я и обещала у нас будет день подарков в честь хорошей погоды в честь весны и хорошего настроения мы разыграем для вас сертификаты безлимитные в батутный центр небо условия очень простые вы должны дозвониться к нам в студию по номеру телефона 495-276-2949 звонок по москве и даже по россии абсолютно бесплатный поэтому звоните вы ничего не теряете первым двум дозвонившимся мы подарим два сертификата на безлимитное посещение спортивного центра небо вот смотрите у меня их четыре первые два кто позвонит я жду вас сертификатами а пока что мы поговорим с марией чтобы вы лучше узнали о том что теряете если не звоните мария расскажите нам о вашей сети парков небо сколько сколько их москве где они находятся в каких городах какое основное направление у ваших парков во первых здравствуйте я очень рада что меня пригласили в эту студию я хочу сказать что наша большая федеральная сеть представляет собой собой семь парков на сегодняшний день это четыре парка в москве они находятся на метро сокол метро бабушкинская метро тульская и метро сокол бабушкинская тульская и метро неважно главное что их четыре и в интернете всегда можно будет посмотреть на любой вкус также у нас есть три парка которые находятся в регионах мы открыли недавно парк в тули белгороде и волгограде все наши парки представляют из собой огромные центры это больше четырех с половиной тысяч квадратных метров это современные центры где есть достаточно комфортные раздевалки есть специальные площадки для гимнастических зон есть различные комфортные комфортные инфраструктуры такие например как кафе где вы можете перекусить или вкусно поесть или поесть правильно да скажем так если вы любите здорового питания и есть на территории парка банкетные залы тоже различного формата для проведения любых мероприятий начиная от день рождения детских и взрослых заканчивая корпоративами тимбилдингами собственно любым любил любые мероприятия все основное направление естественно наших парков это батут батут это что это силовой снаряд прежде всего это все мы знаем что батут это олимпийский вид спорта и безусловно мы предлагаем прыжки на батуте помимо этого безусловно есть ряд других вещей а у нас уже есть звонок вот видите как как все хотят сегодня наши сертификаты здравствуйте мы вас слушаем конечно как вас зовут меня зовут игорь здравствуйте игорь башен батутный центр отличается от других чем вас батут на центр отличается от других вот и сразу как первому дозвонившемуся игр я хочу подарить он перед тем как мария ответит два сертификата вы можете забрать их нашей студии оставайтесь на линии вам редактор объяснят как получить эти замечательные сертификаты их 2 посещайте батутный центр неба может быть мы даже с вами там увидимся потому что мне их уже подарили я тоже пойду батутных центр 4 батутных центров 4 в москве и 3 в области поэтому оставайтесь на линии редактор вам все расскажет как забрать где получить и где они находятся спасибо за ваш вопрос спасибо большое наши центры как раз отличаются несколькими вещами первое это безусловно тем что помимо батутов мы предлагаем различные другие интересные развлечения которые есть спортивно-активные развлечения это нельзя парк вверху я изначально спрашивали веревочный парк это различные опять же гимнастики для детей фитнес на примерно таки они с преподавателями с тренерами там у нас есть групповые занятия они разделяются по возрасту есть групповые занятия для детей есть групповые занятия для взрослых в каждом своем сегменте есть различные тренировки да есть для детей более скажем так гимнастика акробатика цирковая студия например есть тоже для детей для взрослых и студентов это уже такие более фитнес тренировки Это функциональные тренировки, кардио-тренировки Очень активные фитнес-тренировки Я про фитнес расскажу вам отдельно, потому что это очень интересная история Чем же мы отличаемся, помимо еще от всех остальных центров? Это безусловно тем, что многие центры не предлагают вам разминку в качестве захода на батутную зону То есть просто так сразу заходят? Да, вы пришли, зашли на батут и все Это совершенно неправильно, более того, это совершенно небезопасно Но, конечно, могут же травмы быть, верно? Да, поскольку мы ведем сидячий образ жизни в основном, как правило, подавляющее большинство населения Как я Мы сидим сначала дома на диване, потом на машине На машине, потом в студии сидим В студии вы, например, сидите, потом опять в машину садитесь, потом приезжайте домой, ложитесь на кровать А потом в батутный центр и сразу без разминки Да, потом сразу без разминки и все хотят пойти в батутный центр Нет Все мы знаем, что прежде чем заниматься любым видом спорта, вы должны свои мышцы разогреть Поэтому в наших батутных центрах по правилам безопасности, по технике безопасности, вы обязательно должны пройти разминку Разминка идет 5-7 минут Сначала вы на полу занимаетесь, разогреваете мышцы Потом на нестабильной поверхности, на самом батуте Вы, вам показывают ряд упражнений, которые способствуют дальнейшему прыжкам и, соответственно, разогревают ваше тело Это первое Второе И, наверное, самое тоже важное Наш центр предлагает вам комплекс услуг весь То есть, придя в наш парк, вы не только получаете прыжки на батуте или прохождение по веревочному парку Вы получаете целое мероприятие То есть, например, если вы пришли со своей компанией Или вы хотите отметить свой день рождения или день рождения вашего ребенка Вы пришли, менеджер по банкетам, да, примет у вас заказ Расскажет вам, какие у нас есть варианты анимации на батуте, например Да, у нас есть очень много анимационных программ Именно на батуте Где ваши дети могут проходить спортивные соревнования какие-то, да Играть в доджболу Это такая специальная игра в вышибалы тоже на батуте, мягкими мячами Или делать какие-то другие всякие интересные вещи В костюмах, в каких-то ярких и так далее, да Потом вы проходите в зону кафе, где вы уже можете покушать Соответственно, опять же, дети что у нас любят? Пиццу, картошка фри, да Это если вы хотите совсем сделать праздник для детей Есть и более здоровое питание, да То есть у нас вообще все наши рестораны-небо Они с уклоном на итальянскую кухню Поэтому, собственно... Пицца, паста Да, это все домашнее Мы делаем это все самостоятельно Даже пасты все, которые у нас есть Мы не закупаем сами пасты, сами изделия Мы их производим сами, все макаронные изделия А кто основная аудитория у вас? Вы знаете, это любой человек И взрослые, и ребенок И взрослые, и дети Все, на самом деле, любой возраст под нас подходит Поскольку у нас очень много групповых есть занятий Я уже говорила, что они делятся, да Для маленьких детей от двух, в принципе, лет до десяти И от десяти уже до... И хоть до шестидесяти Любой взрослый человек может посетить батутный центр неба Я также напоминаю вам то, что у нас сегодня в студии День подарков Мы разыграем для вас сертификаты безлимитные Два сертификата для вас Для вас и для вашего друга Для вашего родного человека Можете сделать подарок Вы можете позвонить к нам в студию У нас осталось еще два сертификата Следующему дозвонившемуся я его подарю Номер 495-276-2949 Вы видите номер на своих экранах Поэтому звоните А сейчас мы прорвемся с вами на музыкальный клип И после будем разбирать, что же такое ниди-зоны Какие есть рестораны и очень много всего интересного После клипа Поэтому оставайтесь с нами на волне хорошего настроения И снова здравствуйте, друзья! Для тех, кто сейчас звонил во время музыкального клипа Я напоминаю то, что вы можете позвонить к нам в студию По номеру телефона 495-286-2949 Номер вы видите на наших экранах Мы сегодня разыгрываем сертификаты У нас в студии Мария Кравченко Это генеральный директор федеральной сети Спортивно-развлекательных парков Неба Ультрасовременный детский центр Европейского формата Туса Джуса И мы сегодня разбираем, что же такое батутные центры Ведь это уже огромные города для развлечения У нас уже есть звонок в студии Здравствуйте! Я вас слушаю! Здравствуйте! Я хотела бы задать вопрос Со скольки лет... А как вас зовут? Меня зовут Вероника Я хотела бы спросить Я хотела бы спросить, со скольки лет можно прыгать на батуток? Еще раз, пожалуйста! Со скольки лет можно прыгать на батуток? Услышала! Со скольки лет можно прыгать на батуток? Вероника, я вам напоминаю то, что у нас сегодня день подарков оставайтесь на линии вам редактор объяснят как забрать сертификаты у вас два сертификата на безлимитное посещение батутного центра для вас вашей семьи ваших друзей поэтому мы вас ждем оставайтесь на линии вам все расскажем спасибо вероника за вопрос можно прыгать с двух с трех лет чем старше ребенок ну с трех с четырех до ему интереснее естественно прыгать на батуте потому что он уже понимает что это он уже чувствует свое тело поэтому собственно с этого возраста и до 60-70 скольки а групповые занятия не с какого возраста групповые занятия тоже есть детские они от двух лет от двух лет гимнастики гимнастика акробатика и соответственно есть ряд других которые от пяти от десяти и так далее мы как обычно по традиции выкладываем естественно анонсы с гостями которые у нас будут и гости пишут либо мне либо в комментариях задают свои интересующие вопросы вот их я вам хочу дальше задать что дают прыжки на батуте как взрослым так и детям это один из вопросов интересно очень интересно да вот это просто развлечение либо это действительно какая-то польза для организма для физической подготовки ну во первых прыжки на батуте прежде всего дает хорошее настроение это безусловно это безусловный факт когда вы прыгаете вы чувствуете чувство свободы полета да вот это невесомости радости это безмерное счастье погрузиться в детские наши эмоции да и почувствовать себя абсолютно свободным от всех проблем это первое второе безусловно пользу батута ее невозможно переоценить потому что он полезен в очень многих вещах первое это он улучшает координацию движения он стимулирует вестибулярный аппарат когда вы прыгаете вы стимулируете обмен веществ сердечно-сосудистые заболевания стимулируются при этом батут полезен очень для людей с плоскостопием например насколько это нестабильная поверхность исправляет получается то есть он еще и лечебный он он оказывает профилактику больше до профилактический эффект очень много он развивает гибкость ловкость да более того вот самое наверное что важно и многим сегодня не хватает он заставляет людей принимать быстрые решения например нам по жизни да не хватает иногда там за рулем когда ты находишься да или в каких-то участвуешь важных соревнованиях да нужно принять какое-то быстрое решение вот батут учит этому потому что ты концентрируешься тебе нужно быстро быстро решить делаешь ты какой-то трюк сейчас да или ты должен остановиться его не сделать вот собственно это вся такая глобальная польза и мы я вот еще договорю да зная целый ряд вот этих вот полезности да скажем так от батута мы обратились в департамент образования города москвы ухты да с целью включения батут батутного спорта в дополнительное образование поэтому детская здорово и да и вот 18 апреля у нас будет круглый стол с ними как раз на эту тему и мы очень надеемся что со следующего года дети смогут выбирать в качестве дополнительных секций не только футбол или баскетбол но и батут друзья вы представляете то есть у нас может это это же потрясающе мне кажется все будет играть вот ведь этого было очень рекомендуем готовки это весело я думаю очень много людей в современном мире не любят заниматься спортом им это тяжко а батут он поможет поддерживать физическую форму на это в удовольствие я например обожаю прыгать на батутах честно говоря но мне кажется это весело не только для детей но и для взрослых а чему можно научиться на батуте вот какие самые сложные элементы на батуте ну во-первых научиться можно чувствовать свое тело потому что когда вы вступаете на нестабильную поверхность задействованы все группы мышц безусловно мы не чувствуем так свое тело ловкости там гибкости дару каких-то других поверхностях здесь да это первое второе безусловно вы можете научиться любым трюкам но нужно очень хорошо понимать что прыгать через голову делать сальто до делать развилик различные кручения на самом деле можно всему этому научиться но прежде чем учиться делать какие-то сложные элементы вы должны отработать базовые причем отработать их очень хорошо как только вы отработаете базовые элементы только в этом случае вы можете приступать к чему-то почему-то сложно но там в любом случае будет тренера, которые все подскажут и помогут разобраться. Безусловно. Расскажите поподробнее о других локациях парка. И правда, что у вас в батутном центре играет баскетбол? Да, у нас в батутных центрах есть баскетбольные кольца, и вообще баскетбол и батут это вообще идеальный такой отдых. Если вы когда-то мечтали попасть в команду NBA, и у вас не хватало для этого либо роста, либо ловкости и всего остального, то в этом случае у вас есть все шансы забить в корзину мяч как профессиональный баскетболист. Секрет на самом деле очень простой. С помощью батута вы можете подпрыгнуть на любую высоту, сделать любое вокруг себя кручение. Как в американских фильмах, да, как вот эти профессиональные баскетболисты делают, так же забить кольцо в лунку. Поэтому вы собственно не переживайте. Если вы по какой-то причине до этого это сделать не могли, приходите к нам. Наш тренер вас научит делать любые вещи совершенно. А собирают у вас получается в какие-то определенные дни, в какие-то определенные часы групповые занятия. На них нужно заранее записаться. Или можно взять индивидуально занятия с тренером по баскетболу? Есть на сайте расписание групповых занятий. Все групповые занятия это в основном занятия по фитнесу, аэробики и так далее. Групповых занятий по баскетболу у нас нет. Есть тренер, которого вы всегда можете взять, который вас научит, да, условно, либо баскетболу, либо каким-то другим трюкам, либо сальто, да, либо чему-то. То есть это все можно сделать с профессиональным тренером. Более того, я бы даже вам рекомендовала взять, если вы приходите первый раз в батутный центр, взять тренера, поскольку ваше занятие просто будет более эффективным и безопасным. А можно вот, например, прийти и вот просто вот выпустить, так сказать, эмоции без тренера, без ничего, просто вот как дурак ходить и прыгать по батутам. Вот я, честно говоря, представляю себе это так. Вот у вас есть такое или человек остановит и как-то... Нет, безусловно, все люди, которые изначально приходят к нам в парк, они изначально приходят туда развлекаться, они приходят туда отдыхать, они приходят туда получить заряд бодрости, эмоций, выплеснуть свой негатив, да, поскольку что дети, что взрослые получают на работе, там, я не знаю, дома, да, в течение всей недели, пока они работают, учатся и так далее, какие-то негативные, отрицательные эмоции. И, безусловно, батут является суперэмоциональной разгрузкой, потому что вы прыгаете, вы забываете обо всем, вы погружаетесь в радость, в веселье, в счастье, да, и с помощью батута, безусловно, вы разгружаетесь. Поэтому, если вы приходите просто на прыжки, пожалуйста, приходите, прыгайте в свое удовольствие, делайте, что хотите. Ну, в рамках разумного сальта на первом же занятии не стоит крутить, пробовать, но просто попрыгать в свое удовольствие, да, за компанию, вообще замечательная история. Кстати, я вам сейчас еще расскажу, для студентов, и не только для студентов, для мам, у нас есть, для мам, для пап, для всех, для семей, у нас есть такой формат развлечения, как дискотеки. Дискотеки ночные? Они называются скайпати. Скайпати. Да, это формат настоящей дискотеки, где есть диджей, где включается светомузыка, то есть это действительно формат дискотеки, только на батуте. То есть с музыкой, с диджеем просто ты прыгаешь, как сумасшедший на батуте? Да, ты прыгаешь, ты можешь прийти с ребенком, если, например, у тебя негде оставить ребенка, и любые родители, мамы, как правило, да, они все время хотят куда-то сходить, им хочется, но у детей, ну, нет не с кем оставить детей. Вот это самый идеальный формат проведения вечера, да, и это все всегда вечерние, вечернее время, там, с 8 до 10 где-то примерно. Или для студентов, вот буквально в прошлую пятницу на метро Бабушкинской у нас была вечеринка, которая называлась Тудак, там было более 500 студентов, которые всю ночь прыгали с диджеем, играли в мафию. Интересно, насколько я смогу попрыгать? Ты потрясающе. Играли в мафию, проходили препятствия по скалодрому, могли пользоваться веревочным парком или просто прыгать, то есть веселиться. Мария, вы можете дать пару советов для тех, кто впервые собрался к вам в парк? Если вы собрались прийти к нам в парк, прежде всего возьмите с собой удобную одежду. Это должна быть спортивная форма, которая не стесняет ваших движений. А из обуви? Лучше, лучше что-то с закрытыми руками, с закрытыми ногами, поскольку не всегда приятно соприкасаться с батутным полотном. На ноги мы предлагаем одевать и рекомендуем носочки специальные с прорезиненной подошвой, поскольку другие носки скользят, и вы можете повредить стопу таким образом. В том числе в наших парках продаются специально прорезиненные носочки, которые вы можете приобрести там, и прекрасно заниматься, прыгать, делать что-то. Это очень здорово. Дорогие друзья, я напоминаю вам то, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире по номеру телефона 495-286-2949. Сейчас мы с вами посмотрим замечательный клейбасты Сансара, и после этого мы будем в этой студии с очень потрясающим гостем. С Марией Кравченко мы прощаемся, но только сегодня, потому что завтра мы всем каналам идем по сертификатам, которые нам подарили в батутный центр к Марии. Мы вас ждем. И также гости, которые у нас сегодня выиграли сертификаты. А кому не удалось, то обязательно найдите небо в интернете на сайте небоджамп.ру. Небоджамп.ру. Посмотрите там расписание и приходите прыгать на тусовки с диджеем. Это очень весело и в то же время полезно. Мы переходим с вами на клип, и после этого оставайтесь с нами в эфире со следующим гостем. С вами Настроение Лайф на канале Юмор Бокс. Привет, дорогие друзья. Спасибо для тех, кто остался с нами. И здравствуйте для тех, кто только присоединился. С вами передача Настроение Лайф на телеканале Юмор Бокс. И у нас следующий гость Никита Кузнецов, российский рэп-исполнитель, известный также под Синодимом Мастанг, участник телешоу «Новая фабрика звезд». По итогам проекта он занял второе место и получил звание самого перспективного из всех фабрикантов. Вот так вот. Привет, Никита. Привет. Как к нам добрался, расскажи. Без происшествий. Да, без происшествий вообще все пучочком было. Я ехал, чуть не уснул, правда. Час пик, все дела. Здорово. Дорогие друзья, я вам напоминаю, что вы можете позвонить и задать Никите все интересующие вас вопросы, любые, каверзные, какие захотите. У нас сегодня можно все. По номеру телефона 495-276-2949. Телефон вы видите на ваших экранах. Звоните, мы ждем ваших звонков. Никита, когда к нам приходят герои в нашу студию, мы всегда выкладываем какие-то анонсы, и нам люди со всей России, а может быть даже со всего мира, задают вопросы интересующие, касающиеся твоей карьеры. Я тебе их сейчас буду зачитывать, а ты будешь нам на них отвечать. В рифму или не в рифму? Можно не в рифму, а можно в рифму. Я не умею. Расскажай о своем попадании на знаменитый проект «Фабрика звезд». Наверняка еще с детства ты наблюдал за известными фабрикантами, смотрел шоу. И вот твои ожидания насчет новой «Фабрики звезд» не оправдались? Слушай, ну когда «Фабрика» была, я еще не родился. На самом деле. Тебе 19 лет? Да. А когда я попал туда, я вообще как бы не имел никаких целей, чтобы туда попасть. Я просто узнал о кастинге и узнал, что можно туда прийти. Я пришел, зачитал рэп и мне говорят, нормально, погнали. Вот так еще и... Я думал, там скажут, типа, заплатить надо, там связи нужны какие-то или еще чего. А мне просто говорят, все, ты проходишь. У тебя есть талант, мы тебя берем. А сколько кастингов ты прошел? Один кастинг, общий кастинг. И сразу в проект? И сразу в проект. Нас 30 человек отобрали, из 30 вырезали 16. Ты стал финалистом проекта и в итоге занял второе место. Можно ли сказать, что вот этим самым ты достиг своей цели? Нет. Моя цель – это олимпийский лет через пять. Олимпийский лет через пять. Вообще, я изначально не планировал доходить до финала и занимать какое-то место. Но когда я стал наблюдать сам за собой какие-то перспективы, и то, что люди пишут в комментариях и голосуют за меня, и постоянно в этих первых строчках, я так думаю, а что бы и нет, ну ты иду до финала. Но я держал свой уровень в том, что я прибеднялся. Это как? Ну, то есть... Лайфак? Да. Короче, ЧСВ. Чувство собственной влюбленности, что-то такое. Я сейчас буду записывать за тобой. Короче, когда ты прибедняешься и говоришь, вот все плохо, короче, блин, да не дойду я до финала, в следующую номинацию уйду, а тебя люди мотивируют и говорят, никуда ты не уйдешь, ты останешься. И тебя все люди как бы поддерживают, подкрепляют тебя, и ты сам в себя веришь и идешь до конца. И это работает. Да, это если ты прибедняешься. Вот, например, я буду пять лет говорить, что, блин, не соберу олимпийский, не соберу олимпийский. А мне все будут говорить, что ты соберешь, соберешь, соберешь. Состояние жертвы, очень правильное состояние. Главное, не переборщить. А как можно переборщить? Где это грани состояния жертвы? Состояние жертвы. Для меня переборщить это, ну, если ты подрался и тебя избили. Вот это ты уже переборщил. Я плохая телеведущая, у меня ничего не получается. Ты хорошая, это очень классная. Тебя все смотрят. У тебя сколько подписчиков в Инстаграме? По-любому, сто тысяч есть, и все они тебя смотрят. Отлично. А у нас уже звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Аня. Катя. Катя, очень приятно. А, Никита, в каком самом раннем возрасте ты помнишь себя и что это за воспоминания? Очень интересный вопрос, спасибо. Самый детский, самое детское воспоминание, самый ранний возраст. Даже я задумалась. Блин. Не помню. Не помнишь совсем? Не помню. Ну, хотя бы лет 10, может быть. Я помню. Последнее, что помнишь, расскажи. Я помню, я прихожу домой, и на всю из дома играет песня Гуфа. Песня называлась «Вождь». И вот после этого меня потянуло на рэп. Мне было лет 7, по-моему. Я еще в первый класс даже не пошел, мне было 6 лет. И это я слушал брат. И вот с того момента мне как бы стали привлекать ритмы. Игорь, Никита, расскажи, насколько сложно тебе находиться в замкнутом пространстве проекта и выдерживать конкурентную борьбу? Вот расскажи, я думаю, что очень многим интересно, внутри проекта, как все там устроено? Вот, например, даже не под камерами. Может быть, даже расскажешь нам какие-то секреты? Не, камеры там везде. Абсолютно. Везде, в каждом углу. В туалете, в душевых кабинках везде камеры. А как же ванну принимать? С удовольствием. У тебя очень много фанатов, потому что у нас опять звонок. Давай послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Юля. Никита, какое тебе выступление на фабрике больше всего понравилось? Больше всего понравилось выступать с Гуфом, который не приехал. Из-за него отдувалась его девушка. Ой, может, не девушка, я не знаю. Кэти Тапурия. Отлично. А сам он... Сам он не приехал, его тогда в тихушку забрали, по-моему. Понятно, но тебе очень это понравилось. Замечательно. Если бы у тебя была возможность заново пройти фабрику звезд, вот прийти снова на кастинг, ты бы стал что-то менять? Да, я бы, наверное... Я бы, наверное... Да не, ничего бы я не менял, все было очень круто. Вот как в начале шло, как в середине было, и как закончилось, мне все понравилось. Самое главное, что не было никакого сценария, и мы вывозили на собственном энтузиазме. Мы сами что-то думали, сами что-то делали, чтобы было интересно, чтобы зрители смотрели. А вообще тебе тяжело было проходить этот проект? Или вот ты бы вернулся... Первые три недели мне было очень тяжко. Почему? Я зажимался во всякие углы, лишь бы меня никто не трогал, не видел. Я боялся очень сильно. Камеры? И камеры, и людей, и все, что вообще происходит. Представь, просыпаешься в 9 утра, в 10 утра идешь на зарядку, там потом эти танцы... Танцевать вообще не умею, а тебе надо как-то двигаться и издавать какие-то движения. Научился? Когда на тебя смотрят 300 человек прямо сейчас в данную секунду, это ужас. Не научился. Нет? Не научился. Мы после эфира тебя будем здесь учить в студии, у нас часто перерывы на клипы музыкальные, и мы здесь танцуем. Под Бьонсом? Да, и все гости, которые к нам приходят, они обязаны с нами танцевать. Поэтому будем тебя сегодня... Кстати, нельзя сказать, что сказала Игорь. У меня есть воображаемый друг, Игорь. И этот воображаемый друг стал пандой. Его зовут Игорь. Отлично. Это не он случайно звонил нам сегодня в студию и выиграл сертификаты? Вполне возможно, что это был он. Я ему передам. В эти батутные центры, да? В батутные центры, да. Я ему передам. Может, даже с ним пойти, у нас еще есть сертификаты. Хорошо, я скажу. Здорово. Одно дело наблюдать за проектом с экрана, и совсем по-другому, когда видишь картину, когда уже оказываешься его участником. Вот что в работе «Фабрики звезд» стало для тебя настоящим открытием, когда ты уже там оказался? Настоящим открытием для меня стало мое поведение на сцене. Вот первое время я выходил, я на носочках, короче, выступал. На носочках. Нога прямо, как барелерина. Как на каблуках. Типа того. Я выходил, прыгал, и мне это доставляло удовольствие. А потом мне подвели на мои нюансы, вот благодаря хореографии. Я научился движением на сцене и стал чувствовать музыку телом, а не только ушами. И вот для меня это стало таким открытием, что наконец-то я умею вести себя на сцене. Стал бабахать нормальные концерты. Стал отдавать людям энергетику, которую они мне потом обратно отдавали. Это для меня открытие. Отлично. Сейчас мы будем отдавать нашим телезрителям энергетику под клип «Ханны». Будем танцевать. Оставайтесь с нами. Я вам напоминаю, что вы можете задавать все интересующие вопросы сегодняшнему нашему герою по номеру телефона, который вы видите на наших экранах. Ханна Фулия. Оставайтесь с нами. И снова здравствуйте, друзья. Спасибо всем, кто оставался с нами. И привет всем, кто только что присоединился. С вами настроение лайв на канале Юмор Бокс. У нас в гостях Никита Кузнецов, российский рэп-исполнитель, известный также подсевнодневым «Мастанг». Участник телешоу «Новая фабрика звезд» и по итогам проекта он занял второе место и получил звание самого перспективного из всех фабрикантов. Никита, привет. Поздоровайся со всеми, кто только что подошел. Мы уже обсудили воображаемого Игоря в виде панды, обсудили все закулисные моменты шоу. И я напоминаю вам то, что вы можете задать все интересующие вопросы по номеру телефона 495-276-2949. Никита, а у нас для тебя есть еще очень много вопросов. Расскажи нам, побывав на одной сцене с популярными артистами, понаблюдав за работой бродюсера, удалось ли тебе выяснить, в чем заключается секрет самой хитовой песни? Вот этот алгоритм, кстати, он неизвестен никому. Если человек делает что-то вот прям специально, он пишет песню и думает, все, я с этой песней взорву всех, я бомбану с ней, у него ничего не получится. А человек, который делает от души, и как бы без всяких корыстных целей, без целей поднять бабок, без целей хайпануть, когда он просто пишет от души то, что ему нравится, вот это стреляет. Это как ситуация с розовым вином, Федука ЛДЖ. Они также ее просто написали с ничего, сидели на студии, записали ее без всяких корыстных целей, и она стала хитом. Потому что в ней есть душа и есть трушность. А у тебя? У меня много трушности. Только с душой. А выражение «обрушилась популярность» оно знакомо тебе? Что выражение? Обрушилась популярность. Нет. Совсем нет? Вообще нет. А звездная болезнь? Вот после фабрики корона была на голове, вот прям она давила мне голову, я с друзьями со своими поругался, я, короче, от всех такое отвернулся. А потом месяц в одиночестве посидел, корона такая-то слетела, и пацаны, ну простите по-братски, что вы? И все наладилось. И все, и да, помирились со всеми. Вот ты поучаствовал в фабрике, расскажи вот про этот переход, я думаю, он очень многим начинающим артистам интересен, от звезды своего города до известного фабриканта, которого сейчас знает вся страна. Не скружил ли тебе этот успех в голову? Не разумеется. А как ты начал себя ощущать? Было ли у тебя больше ответственности или наоборот более такое расслабленное состояние, что ты уже добился чего-то своего? Больше ответственности в том, чтобы не сделать что-то плохое, потому что люди будут смотреть на тебя и брать с тебя же пример. А большинство моих подписчиков младше 16 лет, и они как бы еще, у них все формируется, это воспитание. И для них я стараюсь подавать, ну, исключительно только хороший какой-то пример. То есть здоровый образ жизни, душевность, там, не врите ни себе, ни родителям и так далее. Есть ответственность за них, то есть они как бы как мои дети. Я ребенок новой фабрики звезд, а они мои дети. Здорово. Вот это ответственность. А у нас уже есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Юля. Юля, очень приятно. Задавайте свои вопросы. Никита, что в твоем понимании семья и домашний уют? Семья и домашний уют. Это жена, ребенок, собачка. Я напоминаю, что Игорь 19 лет. Игорь. Никите. Игорь. Семья, ребенок, собака, кошка. А дом большой? Беский садик. Зачем большой дом? Нету такой. Квартиру где-нибудь в центре Москвы. А есть у тебя вот очень частый вопрос, который задает для всех практически гостей. Идеальная семья? Вот какое-то вот прям вот понятие, вот самое идеальное? Самая идеальная семья – это где есть взаимопонимание. И только. И только. Вот взаимопонимание и все. Говорят, что с большими возможностями приходит большая ответственность. Чувствуешь ли ты ее перед своими поклонниками, которые поддерживали тебя, начиная с первого дня на проекте? А ответственность перед ней? Да. Конечно, ощущаю. Прям без базара. Ну, блин. Мне, опять же, надо следить за собой в социальных сетях, чтобы где лишнего не ляпнуть. За своим творчеством, чтобы там не было ни цензурной брани, лексики. А было ли у вас такое вот на проекте? Обучали ли вас какому-то вот общению, например, там, с будущими фанатами или с поклонниками? Обучали, обучали. Ну, как, приходили звезды и рассказывали, делились советами, так сказать. Как общаться со своей аудиторией, как общаться с хейтерами, как с ними бороться и так далее. Все это рассказывали. Каждый, кто приходил, они это говорили. Я от каждого по чуть-чуть отчерпал, и хейтеров люблю своих. Их у меня пока мало, но все же. Ну, это пока что мало. Я думаю, что с ростом популярности их будет намного больше. Друзья, я напоминаю вам то, что вы можете позвонить к нам в студию по номеру телефона 495-286-2949. У нас сегодня в студии Никита Кузнецов, российский рэп-исполнитель и участник новой фабрики звезд. Никит, расскажи нам вот такой вот очень интересный вопрос. Мне написали даже в комментариях, научил ли тебя чему-то проект? Не обязательно какому-то творчеству, таланту, а вот, наверное, имели в виду в качестве каких-то личных взаимоотношений с людьми. Вы же там со всеми общались, может быть, заводили дружбы, романы. Излег ли ты какой-то урок в плане взаимоотношений, ответственности перед людьми? Вот в плане каких-то, в таком плане, не в плане профессионала? Я научился работать в команде. То есть до этого я был исключительно одиночкой. Музыку сам, тексты сам, запись, все это сам. А на фабрике я научился работать в команде. То есть ты когда написал что-то, ты можешь это уже показать своему человеку, который там есть. А он тебе скажет, что можно изменить, по его мнению, что можно добавить. И эта работа в команде, она намного проще. И сейчас мы с фабрикантами остались в такой же рабочей атмосфере. Здравствуйте. Как много сегодня звонков? Как вас зовут? Анастасия. Анастасия, очень приятно. Никита, скажи, пожалуйста, где бы ты хотел провести свою старость? Где бы ты надеялся провести свою старость? Старость? У меня мама очень сильно хочет в Израиль уехать. Прям жить там совсем. Вот я бы там старость бы провел. Она мне много в детстве говорила про страну или город, я в географии, я в географии не шарю. Она в детстве говорила, что она хочет туда уехать, хочет там жить и так далее. Поэтому я бы там старость бы провел. В Израиле? Да. Это здорово. Расскажи, пожалуйста, а сейчас ты чем занимаешься? Готовишь ли новые треки, клипы, пишешь музыку? Мы готовим два клипа. Давай проанонсируем. Йоу, два клипа. Первый клип на песне Омут. Она уже успела полюбиться моим слушателям. И вторая песня Рай. Она еще не вышла, она только в процессе разработки. Она уже готова, ее доделывают. Готовим два клипа. Один очень такой, так сказать, ужасающий, то есть основанный на реальных событиях. Там прям трешняк трешняком. Посмотри как. Обязательно. Я кину тебе превьюшку. Хорошо. И Рай тоже из реальной жизни, из моей жизни. Я просто хочу внести в эти клипы что-то свое, чтобы люди смотрели и узнавали в этом себя. И во втором клипе там больше такая дворовая история. Парень, девушка, пацаны, драки. Ну как у многих рэперов. Да, как у многих рэперов. А будешь что-то свое в этот клип приносить? Свое? Ну да. Все свое личное я буду в два этих клипа приносить. Отлично. А когда нам ждать примерно? Примерно в мае первый клип можно ждать. Первый клип в мае. Первый клип в мае. Дорогие друзья, я напоминаю вам то, что вы можете позвонить нам в студию по номеру телефона, который видите на ваших экранах. У нас сегодня Никита Кузнецов. Никит, расскажи, пожалуйста, нам о своих карьерных планах на ближайшие несколько лет. Вот на май, на ближайшие клипы, два клипа, это да. А вот про Олимпийский, да, через пять лет. А еще вот, вот чего бы ты хотел добиться? Каким ты видишь себя лет через пять или десять? Олимпийский, это пока в мечтах, а через пять, через десять лет часто задают этот вопрос, кем ты себя видишь. Вот, к примеру, год назад я бы ответил, что я там главный управляющий, у меня сеть ресторанов. А сейчас я скажу уже что-нибудь по-другому. Поэтому я стараюсь не строить планы, а просто ставить перед собой цели и идти к ним. На данный момент цели есть на май. Это два клипа, это концерты, это новые песни. Вот их мне надо выполнить. А вот когда они выполнятся, можно ставить и другие цели, уже новые. А у нас снова звонок в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Катя. Никит, какое твое любимое время года и почему? Любимое время года. Любимое время года. Слушай, наверное... Ой-ой-ой, как ее назвать? Весна. Весна. Весна, май. Сейчас. Май, весна, это мое любимое время года. А у меня день рождения в мае. Вот так вот здорово. Расскажи, пожалуйста, чем любишь заниматься весной? Весной песни писать. Вот это вот весеннее обострение, оно как бы тебя вдохновляет. Время любви. Время любви, да. Расскажи, пожалуйста, что было самым трудным на проекте? Находиться там, находиться там все три с половиной месяца. Тебе и выйти нельзя, телефон взять в руки нельзя, тебе ничего нельзя. Надо там сидеть заперти и делать что-то интересное. Я спал за диваном в последнее время. Спал? Просто спал за диваном. Это самое интересное, что ты делал. Да, из этого даже нарезки иногда делали. Если дневники посмотреть, там везде есть части, где я сплю. Ты любишь много спать или тебе просто там было не уносимо скучно? Просто там очень, там везде свет, везде эти люди ходят. Он усыпляет. Да, он сильно так надавливает, и ты засыпаешь за диваном. А я вот очень многим рассказываю, задаю один и тот же вопрос, очень многим музыкантам, рэп-исполнителям. Вот если бы не музыка, чем бы ты занялся? Своей барменской деятельностью. Барменской деятельностью. Расскажи нам подробнее. Вот ты работал барменом. Я не... Одно время, как я прочитала в твоей биографии. Да. Когда готовилась. Расскажи, пожалуйста, ты бы, наверное, открыл, наверное, сеть в своих ресторанах или каких-то барах. Тогда для меня рэпчик был чисто хобби. Я не хотел на нем ни зарабатывать, ни как-то, ни все что-то. Я просто хотел, чтобы слушали люди, и чтобы была та аудитория, для кого это можно делать. Вот. Я был барменом, я шел на повышение, на такое знатное. Я думал, ну блин, сейчас через год я, короче, денег заработаю, накоплю. Открою сначала какую-нибудь свою маленькую кафешечку, а потом еще кафешечку, а потом всю кучу своими кафехами заполню. Вот. И буду крутым бизнесменом. Вот так вот я думал. И рэп хотел оставить на втором плане как хобби. А так сложилось, что рэп вышел на первый план, и что сейчас это все мое. А вот сейчас, как думаешь, стал бы открывать? Вот представь, что ты стал очень известным рэп-исполнителем, как Тимоти Бургерный. Вот ты бы стал открывать? Безусловно. Стал бы. Стал бы. Я думаю, что мы через несколько лет увидим. А название? Мастанг Бургер. Мастанг Бургер. Отлично. Друзья, у нас уже есть реклама для вас. Мастанг Бургер откроется лет через... Года через 3-5 примерно. Лет через 3. Через 3 года. Через 3 лета. Через 3. Отлично. Через 3 лета мы будем ждать весной в мае открытие. В мае, да. Какое число, глина, разделение? И олимпийский через 5. 30 мая. 30 мая открывается Мастанг Бургер. Вот отлично. Я буду там праздновать. Приходи. Супер. А сейчас мы уходим с вами на музыкальный клип. Я вам напоминаю, что вы можете позвонить к нам в студию по номеру телефона 495-286-2949. Мы ждем после клипа ваших звонков. Оставайтесь с нами на волне хорошего настроения. Банда. И снова здравствуйте. Я благодарю всех, кто оставался с нами во время клипа. И приветствую всех тех, кто только что включил свои экраны. С вами Настроение Live на телеканале Юморбокс. Я, Анастасия Рафаловская. У меня сегодня в гостях Никита Кузнецов, российский рэп-исполнитель, известный также над ним Мастанг. Как мы уже решили, у нас скоро будет Мастанг Бургер. Помимо Олимпийского, кто был с нами, понимает, о чем мы. Участник телешоу «Новая фабрика звезд». Никита, расскажи нам, пожалуйста, у меня вот за время нашего перерыва отличный вопрос для тебя появился. Что делает звездой популярного исполнителя? Что делает звездой популярного исполнителя? Да. Вот когда, в какой момент человеку можно назвать ты звезда? Как ты считаешь? Когда у него лям подписчиков в Инстаграме или когда его песни на каждом углу? Вот тогда, наверное, можно сказать, что он звезда. Ну вот песня на каждом углу, например, она побудет и пройдет. А вот именно вот, может быть, какая-то культовая звезда или еще что-то. Что для тебя есть признание всеобщей большой аудитории? Баста. Вот это для меня как пример для подражания. То, каким надо быть. Он воткнулся везде и в попсу, и в рок, и остается в рэпе, тем не менее, и держит свою трусность. И вот с него можно взять пример. Потому что он уже как живая легенда. Его песни будут жить и 10, и 20, и 30 лет, я в этом уверен. Мои дети будут слушать его песни. Это здорово. Друзья, я напоминаю вам, что вы можете позвонить к нам в студию по номеру телефона 495-276-2949. Мы в прямом эфире и обязательно зададим герою любой интересующий вас вопрос. У нас до нашей редакции принесла птичка такую новость, что ты состоишь, я думаю, это сейчас всем девушкам будет интересно, в романтических отношениях с победителем за проектом. Расскажи нам, пожалуйста, так ли это, но после звонка, потому что у нас опять звонок. Здравствуйте. Сейчас звонки спросят. Здравствуйте. Меня Юля зовут. Привет. Никит, что самое экстремальное ты делал в жизни и что ты посоветуешь попробовать это? Что самое экстремальное ты делал в жизни и что советуешь попробовать? Слушай, все, что я экстремального делал в жизни, я не советую пробовать. Вот не надо, не лезьте туда, пожалуйста. А что же это? Ой, я не скажу. Это не для детей. Мы не будем, не сможем, к сожалению, в прямом фильме. Нет, ну так самое экстремальное, что я в детстве пирожки воровал в школьной столовой. У меня там мама работала, она мне по шапке потом за это надавала. Но для меня это было экстремально. Окна разбивал в школе. А зачем окна бил? А что двойки мне ставят? А за двойки? И маму в школу вызывают, хотя она так в школе работает. Ну я типа такой весь мстительный, типа рэпер, все дела, там я с улицы. Вот, и для меня было это, для меня это что-то значило, чтобы я как показывал свой протест. Разбил окно директору, все. Ты вот представляешь, что сейчас творится с телезрителями? Я задала самый, самый вопрос, который больше всего все ждали про Гузель. И тут вот. И мы, да, и мы раз ушли на звонок. Расскажи нам, пожалуйста, что, какие, действительно ли у вас романтические отношения, или вы друзья, или нам ждать скоро свадьбы, или совместное открытие в бургерной. Слухи уже пошли, что у нас там свадьба в моем родном городе прошла, а Виктор Яковлевич Дробыш сам невесту провел под венец. Такие вот слухи пробежались. Вот, но на самом деле это все не является верной информацией, потому что в городе я был один, мое сердце разбито, разбито другой девушкой, это было еще до фабрики. А с Гузельно связывает исключительно дружеские отношения и рабочие моменты. Поэтому, девушки, если у вас есть какие-то планы на Никиту, то вы можете, вы можете действовать. У нас опять звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Гузель, это ты? Никита. Да, говори. А есть ли у тебя самые преданные и лучшие фандомы беседы? Самые преданные и лучшие? Фанаты? Фанаты? Фандомы или беседы? Фандомы или беседы? А, это переписки. Вот есть соцсеть «Контакт», и девчонки создают общие беседы, куда добавляют меня. И вот пофиг им, пишу я или не пишу, главное, что я там есть. И вот у меня в «Контакте» есть две беседы, куда я постоянно отвечаю. Их там сидят около ста человек в каждой беседе, они каждый день переписываются, они все из разных городов, они все друг с другом дружат, созваниваются, списываются, делают мемчики какие-то. И ты там просто есть и читаешь? И я там просто, я иногда захожу, читаю, иногда заведу, что-нибудь отправлю, что-нибудь им расскажу, так по секрету. Они это гоп, все по фан-пабликам растащат, и уже как бы все в курсе, и мне ничего не надо делать. Здорово. А есть ли у тебя любимые? Есть. Может быть там, кстати, кто-то откуда-то, наверное, из-за этого. И у меня есть официальный даже фан-клуб, называется «Мастанг Фан Зона». Этот фан-клуб в Инстаграме и ВКонтакте, и сейчас он распространился на всю страну. Почти в каждом городе есть мой фан-клуб. Есть люди, которые представляют моих фанатов, моих поклонников. Меня это так радует. Все, что меня из фабрики радует очень сильно, это, естественно, второе место, что-то прикольно. И сильная фан-аудитория, прям очень сильная. А как туда попасть? Вот просто захотел человек быть твоим фанатом, просто позвонил, сказал, «Алё, здравствуйте». Просто зашел в Инстаграм, подписался на паблик, и все. И там будут все новости, которые… Да, абсолютно, черная, красная, желтая пресса, все там будет. Расскажи, пожалуйста, за что ты ценишь рэп и хип-хоп? Воу-воу-воу-воу-воу. Ну, Гуфа я слушал из-за того, что он был для меня примером, но не для подражания. Он был для меня примером того, чего делать не стоит. То есть, слушая его текста, слушая его песни, я понимал, насколько ему сильно и очень-очень больно. Все это переживать, проходить через все, ну, понимаешь, о чем я говорю. Конечно. Мы все понимаем. И он послужил примером того, чтобы я этого не делал и не окунался в эту бездну. Вот. И за что я ценю рэпчик и хип-хоп? Мало сейчас осталось артистов, которые делают поистине трушный рэп. Сейчас все в основном ушли на запад и делают там бургеры всякие, запады роняют. Бессмыслицу для молодого поколения. Они на этом растут, бедняги. В общем, рэп для меня, ну, я знаю, это Гуф, Центр, Бастер. Это твои самые любимые исполнители. Я на них вырос. А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас к нам ехал и наверняка слушал музыку. Какая последняя песня в твоем плейлисте? Мияги и Эншпиль. Вин о вин. Когда я выиграю, называется. А на каком концерте ты бы мечтал побывать? Слушай, я уже побывал на всех концертах, на которых я хотел попасть. У Тимати в Олимпийском был, у Егора в ЭТБ Ледово-Нварце был. А если зарубежных звезд? Из зарубежных не слушаю зарубежную музыку. Вообще не воспринимаю. Не котирую никак. И на концерты бы тоже не хотела. Может быть, если на концерт сходить, то тебе бы понравилось. А смысл? Вот пришел ты на концерт, и там что-то на непонятном тебе языке говорят. Вдруг он там поет про то, что ты дно. Да, чувак, ты дно. А ты да, я дно. И дальше все под это. Есть ли исполнитель у тебя, на которого ты ориентируешься и хотел бы повторить его творческий путь? Вот именно повтори творческий путь, который тебя вдохновляет на это. Слушай, наверное, нету. Совсем нету. Вот ничего бы судьбой я бы не хотел повторять, я бы хотел сделать что-то свое. Привнести что-то новое. Потому что у всех как-то это по-старому. Ну, шел-шел, попал в Black Star, стал популярным. Но мне как-то без этого пока нет. Ну, то есть ты сам свой путь. Да, свой путь пытаюсь пробить. Это здорово. Расскажи, пожалуйста, у нас очень часто я задаю очень интересный вопрос всем своим гостям. Если бы у тебя, тебе предложили выбрать одну суперспособность. Всего одну. Какую бы ты выбрал? Телепорт. Телепорт. Я бы хотел телепортироваться. Все ее выбирают. Почему? Ну, я не знаю. Я думаю, это что это... Банки грабить можно. В любых странах побывать можно, где только захочешь. А как бы ты банки ограбил с телепортом? Подожди. Ты фильм не смотрела «Телепорт»? Чувак просто зашел в банк, посмотрел на сейф, запомнил его, пошел к себе домой, телепортировался в этот сейф и стырил оттуда все бабки. И ты бы грабил в банки. Я бы один банк ограбил. Ты зря говоришь об этом в прямом эфире, дорогие друзья. Через пять лет, когда Мастангбургер открывается, налоговая, заинтересует, а откуда я это деньги взял? Откуда же взял деньги? А у нас снова звонок. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Алена. Алена, очень приятно. Задавайте ваш вопрос. Я бы хотела спросить, а чем Мастанг хотел стать в детстве? Отлично. А у нас как раз был этот вопрос. Здорово. Расскажи. В самом детстве я хотел стать Бэтменом. В десять лет я хотел быть солдатом. Я хотел отслужить в армии. Я смотрел войнушки. У меня были пистолетики всякие. Я смотрел сериал «Солдаты». Я очень сильно хотел в армию. Прям в душа рвалась. Я десять лет ждал, когда же пройдет восемь лет, чтобы я наконец-то пошел в армию. В итоге наступает мне восемнадцать лет. И что я? Я годен, все отлично, все нормально. Но у меня есть такое кредо, что ли. Я люблю опаздывать. Не специально. Это все случайно. Поэтому ты бы хотел телекомендовать? Я пришел, значит, в военкомат. Все, меня одобрили. Меня должны были отправить на РСП, на распределитель. Я проспал на автобус и не поехал. А на следующий день я пошел на работу и как-то забыл об этом. И дальше что было у тебя? Дальше фабрика. Расскажи, пожалуйста, а вот что тебе больше всего не хватало на проекте? Может быть, общение с близкими или нормальной еды? Слушай, не то чтобы я алкоголик, но я работал барменом. И я привык, я работал два через два графиком. Вот я привык стандартно пить сок. И этого алкоголя вообще не было на проекте? Вообще не было. А спортом заставляли заниматься? Не то чтобы заставляли, мы сами хотели заниматься. По утрам, правда, лень было на зарядку идти, но в течение дня кто-то, ну, полтинничек отожмется где-нибудь. Это здорово. А сам сколько отжимаешься? Сотку. Сотку. Расскажи, пожалуйста, про самое красивое место на земле для тебя. Самое красивое место на всей земле? Может быть, даже, да. Это город Нейрингри. Город Нейрингри, который находится в республике Сахая-Якутия. Вот это самое-самое красивое место на планете, ребята. Это не место твоего рождения? Это место моего рождения? Это место твоего рождения. Я люблю этот город. Расскажи, пожалуйста, про достопримечательность, если кто-то захочет туда поехать. Там вообще туда туристы приезжают или просто это самое красивое место? Не знаю. Не знаешь? Там есть достопримечательность. У нас стоит Ленин на площади. Стоит уже несколько лет. Красавчик. Держит форму. У нас есть... Нет, у нас есть красивые скалы. У нас очень красивый лес. У нас есть скала, она называется Аямская. И с нее вид падает на речку, которая вот так вот, короче, как-то косой плывет. Она очень красивая. И зимой, и летом туда приезжают, на нее смотрят, там, жарят шашлыки, отдыхают. У нас природа очень красивая. У нас нету никаких агрессивных животных, которые бы это, нападали на тебя. В целом, у нас сам город красивый, чистый, блин, там комфортно и приятно. Теперь вы знаете, куда можно поехать. Расскажи, пожалуйста, ты поработал с очень многими известными исполнителями. Они давали тебе какие-то советы, очень многому тебя обучали. Расскажи нам про самый ценный совет, который ты получил. И от кого он? Я не могу сказать от кого, извините, пожалуйста. Но самый ценный совет, это мне сказали, оставайся человеком. Вот как бы то ни было, будь ты наверху или будь ты внизу где-нибудь на дне, просто оставайся человеком. Без короны. Без короны. Это то, что тебе действительно помогло. Ну что же, друзья, мы с вами прощаемся сегодня. Спасибо, что были с нами. И сейчас наш самый главный лайфхак, это на прощание совет от Никиты Кузнецова для всех, кто хочет стать рэпером. Неважно, хочешь ты стать рэпером или крутой танцовщицей. Иди к своей цели, верь в себя, не обращай внимания на то, что говорят плохие люди. И на этой позитивной ноте мы будем заканчивать. Спасибо, друзья, что были с нами. На волне хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова